всем привет сегодня у нас второй день хорошая погода но морозная сегодня как говорил приехал вам показать чучела с какими я охочусь на данный момент из чего начинал сейчас покажу всякие большинство охотников начинал я таких деревянных профилей профиля эти делал я сам с дружим раскрашивали тоже сами я вам скажу работали они неплохо и до сих пор работают данный момент это делала бы есть также гуменники у меня их 17 штук вот им уже где-то лет 12 как я начал с ними так они в нормальном хорошем еще состоянии хоть использовались много раз позы здесь обычная как и везде кормящийся отдыхающий стр живое есть потом я перешел на спорт пластовский итальянские профиля у меня их на данный момент 50 штук этих профилей работают они отлично меня к ним претензий по работе по качеству работы вообще нет потому как сам отходишь и смотришь как настоящую живую стаю вот у меня есть вот этот более новейший модель более новейшая есть более старая модель вот более старая как бы мне кажется немного по раскраске сделано получше чем новая вот в новую уже добавлены вниз вот такой более белый светлый а здесь сниз такой как более темный с такими помеченными как надо какой минус у этих профилей это конечно их вес потому что 50 штук одному затянуть ну никак не реально либо вес несколько раз нужно будет ходить так второй минус так как у меня нету возможности хранить их собранном виде ранее их он вот в таких вот мешках сумках специальных они у меня собраны здесь вот так собранном виде они выглядят вот вот так поэтому когда выпрямляешь их остаются вот такие вот вмятины неровности . до выравниваешь его там когда полежит принимает форму поэтому я буду открытия вот такие жаркие дни достаю их выпрямляю все и они лежат у меня на солнце пока не станут мягкими потом более-менее как-то проще с ними работать вот этот второй недостаток а больше недостатков в этих профилей я не нашел для себя работают идеально также у меня есть еще по ошибке мне попало вот такое чучело когда привозили комплект в комплекте было три профиля это тоже спорт пластовский но это белощекая казарка их всего пришло три комплекте было 12 чучелок из них три было белощекая казарка вот в этом уже профиле идет металлическая ножка более такая для ноги вот есть чтобы вставить ее в землю в злую чтобы не ломалась но я ее применял уже два года два сезона я ее как бы гуси наши белолобы гуменники вообще не боятся я когда расставляю вот этих три чучела ставлю рядом возле основной стаи и как бы никаких испугов от птиц я не увидел так что учила работает выглядит она вот так при сильном ветре немного есть ход создается движение но тоже имеет вес хорошие также я применяю вот таких два летона их всего у меня два штуки один белолобы 2 гуменник и стал я 2 доставать принцип тот же самый либо можно подвесить его он будет крутиться от ветра либо я обычно ставлю его так на колышек и он у меня стоит при при сильном ветре он немного вот так вот ходит тоже помогает как бы неплохая вещь для привлечения и спокойствия гуся также я ставлю и применяю и применяю это вороны одна вот такая ворона ее я вешаю либо ставлю возле скротка недалеко вот это ворона на ножке она у меня стоит на поле возле стаи агусиной как бы да помогает вопросов нету также прикупил чучело цапли ставлю когда хочешь на воде ставлю цаплю тоже помогает и помогает хорошо подсаживались и цапли камни и вороны и лебеди все живое если хорошо замаскирован также еще применяю такую махалочку но это когда в скоротке сижу тоже вещь хорошая для привлечения вот особенно сдалека вблизи конечно гусь заметит сдалека стаи привлекать флагом хорошо получается тоже рекомендую также у меня есть еще есть такой вот воздушный змей прикупил я его белолобый гусь воздушный змей белолобый гусь называется идет он в таком тубусе но я его применял всего несколько раз как бы мне он принципе он и не отпугивал птицу но когда сильный ветер его начинает крутить как вертолет поэтому его применять вот среднем до средний ветерок сейчас я разберу его вам вот так он выглядит собранном виде получается сделан из бумаги при сильном порыве ветра ну даже не при сильном а при умеренном порыве ветра он начинает парить над землей ну как то я его не часто сильно применял она будет попробовать в этом году хотелось бы еще рассказать вам показать манки которые я использую при охоте на гусях у меня их два раньше было больше но я от них отошел оставил этих два это всем известный bg01 белолобый гусь и не знаю чё это производство спик хаммер также еще нашу с собой но это на утку на селезни подманивать фирмы манков вот три таких манка сейчас попробуем как они дудят захватывать Субтитры делал DimaTorzok Сейчас попробуем багажку Багажка имеет более мягкий звук И не такой сильный, как спикхаммер Я ее применяю на более близкие дистанции Ну и гусь, в принципе, ведется Таких сильных отворотов, поворотов не было Ну а утиного так Все, всем пока Ждем открытия сезона Увидимся на охоте Субтитры делал DimaTorzok